Библейский портал экзегет.ру представляет 19 глава пророка Иезекииля, читаю свой перевод, я Андрей Десницкий для портала экзегет с небольшими комментариями. У нас было несколько тяжелых глав с образностью, с богословскими рассуждениями и нравственными такими рассуждениями, как человек получает награду за праведность, получает наказание за порочную жизнь. А 19-е такое маленькое поэтическое отступление. Знаете, как у Пушкина Евгения Онегина, там он рассказывает про Евгения Онегина, и вдруг я помню море пред грозою. Вот здесь почти то же самое. Лирическое отступление. Вот он такой назидательный, он очень может быть местами нравоучительно такой, дидактичный, скучно. Вот надо все-таки немножко развеяться. И 19-я глава дает такое лирическое отступление, но и оно со смыслом. Это не просто описание красот природы. Это некий тоже ряд метафор, очень красивых образов. Но здесь очень много чувства. Вообще у пророков чувства много. И здесь уже гораздо меньше богословия, а гораздо больше сердечной боли. А ты начни плачь об израильской знати. Вот что скажи. Да, вот даже этот плач, он от Господа, который внушает его пророку. Ах, какой львицей была твоя мать среди львов! Среди молодых львят она возлежала, отпрысков своих растила. Взрастила она одного львенка, возмужала, научился рвать добычу и пожирать людей. Услышали об этом народы, поймали его в свою ловушку, крюками в землю египетскую оттащили. Увидела она, что нечего ждать, и пропала надежда. Взяла другого львенка и его взрастила. Возмужал он, стал одним из львов, научился рвать добычу и пожирать людей. Он разорял их твердыни, города опустошал. Замирала земля, и обитатель ее при звуках — ее рыка. Тогда поднялись на него народы окрестных областей, накинули на него сеть, поймали его в свою ловушку. На крюках затащили его в клетку, привели его к царю Вавилону, посадили в крепость, чтобы не слышно было его рыка на горах израильских. Лев, конечно, самое могучее животное. Одновременно лев — главный объект охоты царей на Древнем Ближнем Востоке. Вот здесь львица Израиль растит двух львят, одного в Египет, другого в Вавилон, потому что люди сильнее, и получается, что этот маленький народ, который пытается как-то себя тоже поставить на почетное место, падает жертвой. Во многом именно потому, что себя хочет поставить на высокое место. Вот если бы он не научился рвать добычу и пожирать людей, а жил бы тихо, может быть, этого бы и не было. А так, кого в Египет, кого в Вавилон, как все это печально. И все же Египет и Вавилон — это не главное. Главное — это Израиль, и Израиль не лев. Израиль, прежде всего, виноградная лоза, уже встречался не раз этот образ. И здесь снова... Ну, лев — это грозное животное и хищник, а лоза — это все-таки очень мирное и такое важное для человека растение. «Мать твоя была, как виноградная лоза, посаженная в саду у воды». То есть изобильная вода, много можно произвести плодов. «Плодовитая и ветвистая была она от изобилия влаги. Были у нее крепкие ветви, властителем на посохе». Да, вот посох из виноградной лозы такой. Она красивая, у нее фактура красивая, но она редко бывает настолько плотной и крепкой, чтобы посох можно было сделать. «Были у нее крепкие ветви, властителем на посохе. Высоко поднялась она среди зелени, выделялась высотой ветвистости. Но в огневе вырвали ее и бросили на землю. Восточный ветер осушил ее плоды». Все время с востока приходили завоеватели, но с запада там море, там некому. «Восточный ветер осушил ее плоды, обломанный, отсохли ее крепкие ветви, пожрал их огонь. И теперь она посажена в пустыню, в земле сухой и безводной». На самом деле в Вавилоне совсем не сухая и безводная земля, но здесь, конечно, в переносном смысле. Это чужбина, там нет корней. «Вышел огонь из лозы, на которой ветви пожрал плоды ее, и крепких ветвей не осталось властителем на посохе». Это плач. Вот какой плач получился. Зачем он здесь? Нового богословского смысла? Ну, почти нет. Можно сказать, не будь львом, и тебя не поймают, не посадят в клетку. Можно сказать, ты лоза, приноси плоды. Ну, это немножко натянуто все, богословствование. Он очень любит свой народ. И он действительно горюет о том, что происходит. И одновременно он и поэт, и пророк. Ему надо об этом выплакаться, ему надо об этом сказать так, чтобы действительно быть услышанным не только с точки зрения, вот как там это все, кто прав, кто виноват, кто покаялся, кто не покаялся, а просто сказать, как же это грустно получилось, как же тяжело, что все пошло вот так. Ну, а дальше пойдет опять много о богословии в следующей 20 главе. Продолжение следует...